МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О событиях этого вторника расскажут наши корреспонденты. В эфире новости в студии Антон Александров. И в начале коротко лишь о некоторых темах выпуска. 12 лет мучений и скитаний по врачам. Все это время у мужчины в животе находился металлический подарок от хирурга. Кто может не дышать дольше всех? Пыльным облаком регулярно накрывает поселок Топар. Не мой мусор, но мой город. 15 миллионов килограмм мусора убрали активисты с улицы парков Шахтинска. Накануне волонтеры очистили еще и лесопосадку. Ниагарский водопад посреди Майкудука. Сегодня жители нескольких улиц стали свидетелями неожиданно возникшего мощного порыва трубы. Зрелище было настолько впечатляющим, что многие схватились за камеры. Одномоментно тонны воды вырвались из-под земли на улице Открытое. Столб воды был настолько высоким, что виден на соседних улицах. Вода обрушивалась на прилегающую территорию. Самые отчаянные спешили запечатлеть зрелище, подбегая с телефонами на опасно близкое расстояние. Люди не пострадали, только вымокли. Территория вокруг теперь требует восстановления после потопа. Пострадала неподалеку припаркованная машина, так как мощный поток взымал куски асфальта и грунт и сносил плиты. В компании «Теплотранзит Караганда» воду перекрыли и сообщили, что проводились повторные гидравлические испытания. Напомним, в летний период подобные порывы не редкость, так как коммунальщики с помощью подачи воды под большим давлением в трубы выявляют слабые места. Теперь устранение дефекта взято в план работ. Также сообщили, что в период испытаний, о которых сообщают заранее, запрещается нахождение вблизи трубопроводов, тепловых сетей, граждан и транспортных средств. Достучаться до президента. Житель Шахтинска, 12 лет, носил в животе хирургический инструмент. Однако считает, что не добился наказания для врача. Он записал видеообращение и просит личной аудиенции президента Казахстана. Бектур Токмагамбета считает, что выжил чудом. Еще в 2003 году ему делали операцию по удалению желчного пузыря. После чувствовал себя плохо. Врачи сделали повторную операцию и извлекли оставленный в животе тампон. Но мужчина мучился еще 12 лет, вплоть до потери сознания. Чах на глазах, похудел вдвое. Прошел множество врачей и больниц. Семья занимала деньги на лечение. И лишь спустя 12 лет выяснили, что в животе у бектура находится металлический зажим длиной 20 сантиметров. Мы столько пережили, это словами не передать. Он у меня почти умирал на руках. Весил он 120-130 килограмм. А вот остался вот таким. Я его вот поднимала руками, вот так вот переложила с кровати на кровать, кормила. Он еле дышал. Операцию 5 часов, кажется, делали. Потому что там был уже клубок. В этой клубке кишков этот зажим остался. Ну, уже опустился до такой степени. Ну, там разрезали там все. И, в общем, Ким Сергей, вот Ким, кажется, его фамилия, не знаю, хирург, очень хороший, опытный. Он там половину этих кишков убрал. За эти 12 лет у Биктура Токмагомбетова возникли проблемы с пищеварительной системой, сердцем. Он живет благодаря кардиостимулятору. Появился сахарный диабет. Уголовное дело закрыли, хотя экспертиза подтвердила тяжкий вред здоровью. Токмагомбеты выпадали в суд. К этому времени хирург уже уволился. Суд присудил больнице выплатить пациенту 2 миллиона тенге. Два года он получал по 100 тысяч в месяц. Но это не покрыло даже затраты на лечение, считают супруги. Только за один год они истратили 7 миллионов. Компенсация морального вреда, она не разделяется на годы. Она выплачивается единовременно в денежной сумме. И эта компенсация в размере 2 миллиона тенге, она была определена с учетом здравственных страданий потерпевшего. Для 2014 года 2 миллиона тенге – это значительный размер компенсации. В апелляционной инстанции решение оставлено без изменения. По ходатайству центральной больницы города Шахтинск было рассмотрено ходатайство центральной больницы в судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан, где данное ходатайство было отконено. 7 лет супруги пишут во все инстанции и просят пересмотреть дело. Лишь в прошлом году они рассчитались с долгами. Председатель Верховного суда выносил представление о пересмотре, но кассационная инстанция не нашла оснований. С ними на онлайн-связь выходил даже премьер-министр, но предложил только помощь лекарствами и санаторно-курортным лечением. Сколько время, 12 лет-то ходил, обидно, что никто внимания не обращал. Сколько потерял здоровье, сколько это на лекарства уходит. И даже со стороны медицины извинений не было. Я хочу свареливости. И не могу добиваться свареливости. Хочу попасть в Токаеву. Всё, больше ничего не надо. В управлении здравоохранения отказались от комментариев, так как есть решение суда. И так Магомбетовы не согласны именно с этим решением. К тому же хирург, оставивший зажим в животе, уже умер. Супруги записали видеообращение к президенту. Надеются, что хотя бы так добьются личного приёма. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал. Второй месяц. В ветреную погоду посёлок Топар в Карагандинской области накрывает зольной пылью. Жители уверены, что дышат отходами золоотвала Топарской гресс. Откуда появилась пыль и что думают экологи, выясняла Людмила Батюшкина. Это пыль, прикинь, какая страшная вообще. Труба вообще, посёлок не видно. В такие моменты жители Топара в ужасе. Посёлок накрывает облаком золы. Говорят, такие бури стали происходить едва ли не через день. Пыль идёт с золуотвала местной гресс. Я многодетная мама, у меня семь детей. У меня подростки здесь гуляют. Я всегда очень переживаю за них. Последние разы, вот эти сильный смог, я звоню и говорю, чтобы они прятались где-то в магазинах, ещё где-то. Потому что дышать невозможно. Даже хотим с мужем респиратор и купить. Когда несёт эту золу, это большая удача, если ты в это время окажешься дома. Потому что на улице, ну это всё. Сразу одевай противогаз и всё. Потому что иначе находиться невозможно. Это всё летит в глаза. Дышать невозможно сразу. Я тем более аллергик. И мне вообще сложно. А дома, даже при плотно закрытых окнах, то есть всё равно какая-то пелена стоит. Я разговаривала с директором гресс по телефону. Он согласился со мной побеседовать. Он сказал, что ведутся рекультивационные работы. Засыпаются золоотвал землёй. И там будет выращиваться трава. Что работы будут продолжаться в течение трёх лет. Двух-трёх лет. Раньше зола была в котлованах. И она была залита водой. А теперь осушили эти котлованы. И слой золы в 4 метра, он вот раздувается с каждым наплывом ветра, так сказать. Так что сколько нас будут тут травить? В течение, наверное, трёх лет. Пыль проникает в дома даже сквозь закрытые окна и двери. Плохо отстирывается с одежды. Жители называют происходящее чрезвычайной ситуацией. Говорят, за 30 лет ничего подобного в Топаре не было. Аким посёлка направил письма в департамент экологии владельцу золотвала. То главная распределительная энергостанция Топар. От них был получен ответ, что ведутся работы. У них имеется также заключение государственной экспертизы, экологической экспертизы. И что ежеквартально департамент экологии проводит мероприятия по отбору проб воздуха. И жителям на данный момент ничего не угрожает. Вредных выбросов нет. На сегодняшний день в рамках предпринимательского кодекса департаментом инициируется внеплановая проверка в отношении предприятия. В ходе проверки специалистами государственного экологического контроля будут рассмотрены, всесторонне будут рассмотрены доводы, факты, которые были указаны в опрощении жителей. Также будут приняты меры инспекторского реагирования. На самой ГРЭС отвечают, что на золоотвале сейчас строят новую шестую секцию для увеличения объема складирования золо-шлаковых отходов. А старую, четвертую, рекультивируют. В работах задействовано более 100 единиц специализированной строительной техники. Рекультивация делается для исключения пыления золо-шлаковых в будущем. Для этого приняты меры по осушению, для того, чтобы могла строительная техника проходить по зонам пляжа. Соответственно, проводить рекультивацию. Рекультивация включает эта укладка водородного слоя по всей площади. Это около 187 гектаров на четвертой секции. С последующим высаживаем растительность. Однако медики не так оптимистичны. Помимо болезни легких, угольная зола содержит мышьяк, свинец и ртуть, которые способны постепенно привести к онко- и неврологическим проблемам у человека, вдыхающего зольную пыль. Отопление, мастерские, обновленные кабинеты. В Караганде сейчас самая горячая пора в образовательных заведениях перед началом учебного года. Подходят к завершению ремонтные работы, и депутаты проверяют качество и объемы. Подробности в следующем сюжете выпуска. Гимназия номер один – одно из старейших учебных заведений в городе. Здание построено в 1938 году и остается уютным и современным благодаря своевременным и регулярным ремонтно-восстановительным работам. Школа очень старая, она практически является сейчас ровесицем города. У нас уже был текущий капитальный ремонт запланирован в 2016 году. Ремонты работы были произведены фасады здания, были произведены кровли здания, отопительная система на первом этаже. В этом году тут, в летний период, провели текущий ремонт отопительной системы в подвале на втором и третьем этажах. Теперь проведенной работы хватит надолго. Средства выделялись за счет подушевого финансирования, и экономия позволила осуществить дополнительные преобразования – ремонт кабинетов физики, химии и биологии. Это за счет экономии мы сделали, да. И адаптацию, вот вы видели, в тяжелой линии на втором этаже, и на первом этаже там туалет стали расширять. Это адаптация для инвалидов. А сколько у инвалидов у вас? У нас нету. Нет, но адаптация должна быть. За счет сэкономленных средств также намерены освободить и переоборудовать одно из помещений в кабинет. Дело в том, что мощность первой гимназии – 400 учеников, но фактически тут обучаются более 600. Разгрузить образовательные учреждения намерены еще и за счет столярных мастерских в отдельно стоящем помещении. Тут в этом году также провели ремонт, который оценили депутаты. Раньше здесь был склад всего ненужного, а теперь помещение получит новую жизнь. По словам руководителя, есть необходимость в дополнительных объемах работ, но их оставят уже на следующий год. Нам необходимо оснастить кабинеты технологии девочек и мальчиков. Нам нужен ремонт текущий теперь столовой, потому что при капитальном ремонте, к сожалению, не было возможности отремонтировать столовую. Но это две первоочередные задачи, которые нам необходимо сейчас выполнить. В целом народные избранники остались удовлетворены степенью готовности гимназии к учебному году, дали свои рекомендации и высказали пожелания. Ирина Вобещевич, Шелкар Алтенбеков, Николай Шевелев, 5 канал. Обновленный актовый зал и учебные мастерские. Без внимания депутатов городского маслехата не остался Карагандинский лицей номер 2, где в этом летнем сезоне проводится ремонт. Какова готовность к учебному году, расскажет Ирина Вобещевич. Обратите внимание, что здесь проводятся шахматы, здесь у нас робототехника. Лицей номер 2 – государственное учреждение отдела образования города. Здесь детям преподают дисциплины, делу уклон на физику и математику. Само здание, как и эти мастерские, 1957 года постройки. По словам руководителя, капитального ремонта тут не было, обходятся текущим. В этом году у нас текущий ремонт на сумму 40 миллионов, из них 17 миллионов на здание мастерских для мальчиков и 17 миллионов на актовый зал. Далее 2 миллиона на частичную кровлю, кое-где там подлатать нам нужно было в учебном корпусе. И 4 миллиона у нас это ограждение по периметру лицея. Курлан Абзалиева сама является депутатом каргандинского городского маслехата. Коллеги осмотрели ремонт. Забор и сплит местного производителя на гарантии уже установлен. В актовом зале тоже все готово к началу учебного процесса. Вот это помещение использовалось как спортивный зал. Ну и понимая то, что сейчас у нас замечательный спортивный комплекс, мы поняли то, что нам просто отдельный актовый зал нам необходим. Теперь здесь будут проводить торжественные мероприятия, тематические встречи. Лицей заявленной мощностью 420 детей принимает на сегодня 297. Дело в том, что параметры были рассчитаны еще в советское время. Но при нынешнем процессе обучения и стандартам 16 кабинетов с двуязычным обучением хватает лишь на половину учащихся. На ремонт по договору отводился месяц, но по словам директора лицея, подрядчики справились раньше. Сейчас образовательное заведение полностью готово к учебному году. Буквально через три года будет 70 лет. Естественно, хорошие постройки. Это, по-моему, японцы строили. Когда пленные японцы строили, оно прям качественное, хорошее. Много что обновлений есть, отдельный спортзал есть. Здание теплое. Самое главное, здание теплое для детей. Для безопасности тоже. Вы сами видели, сложного открывания. Во-первых, со страховочным материалом специально, чтобы дети могли не открывать, с ключом закрывать. Да, новые вот эти вот парты, стулья. Это местного производства еще, тем более, казахстанского содержания. Ирина Вобещевич, Шалкар Алтенбеков, Николай Шевелев, 5 канал. Несколько тонн мусора собрали в лесопосадке близ города Спутника жители Шахтинска. В акции «Чистый лес» приняли участие волонтеры, спортсмены, бойцы отрядов Жасыл-Ель. Мероприятие призвано повысить уровень экологической культуры и навести чистоту в местах массового скопления людей. Подробности в репортаже. Почти полсотни желающих навести чистоту взялись за веники, лопаты и грабли. Эта лесопосадка появилась здесь более полувека назад, благодаря труду представителей старшего поколения. С тех пор насаждения укоренились, выросли и стали местом проведения досуга для жителей Шахтинска и ближайших поселков. В мероприятии принимают участие бойцы Жасыл-Ель. Все действия скоординированы. Будем убирать сначала поле перед лесопосадкой, затем примемся за очистку самой лесополосы. Для коренных шахтинцев это место уникальное. Летом здесь все проводят спортивные мероприятия и организовывают пикники. В общем, служит местом проведения досуга. Площадь этой лесополосы в Шахтинске – 722 гектара. Акции по ее очистке периодически проводятся по инициативе молодежи города и ближайших поселков. Карина Серополова регулярно принимает участие в подобных мероприятиях. Девушка уверена, что только на собственном примере можно доказать остальным, что чистота зависит от каждого из нас. Хотелось бы именно сделать наш город более чище, чтобы просто ходить и, можно так сказать, любоваться. Потому что, когда каждый раз ты видишь тот же самый мусор, очень тяжело, даже на душе на это. Поэтому очень бы хотелось, как в принципе, жить в Шахтинске и сделать его чище. Участники акции уверены, что именно с детства необходимо приучать к чистоте и бережному отношению к природе. Потому как бытовой мусор в лесной зоне остается только после отдыхающих здесь людей. В Шахтинске с начала старта акции «Таза Казахстан» участие в ней приняли более 100 трудовых коллективов и около 10 тысяч жителей. За это время вывезено свыше 15 тысяч тонн отходов. Убраны парк, сквер, территория памятников, высажено более тысячи саженцев. Антон Александров, Дмитрий Оборок, Николай Шевелев. Пятый канал. Видеть сердцем, как воспринимают поэзию и прозу Абая, незрячие люди. Необычная экспозиция с литературно-музыкальным уклоном прошла в Карагандинском областном музее изобразительного искусства. Стихи и песни в этих выставочных залах звучат нечасто, но организаторы решили совместить картины и творчество Абая в честь дня его рождения. На литературно-поэтическом вечере произведения великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева исполняли 20 участников художественной самодеятельности Дома культуры «Незрячих и слабовидящих». Не верь хвалам, лукавик подлый век, таит коварство сердце человека. Взгляды Абая Кунанбаева были передовыми для 19 века, настолько передовыми, что остаются актуальными и в 21-м. А для незрячего человека творчество Абая имеет особое значение, считают в Доме культуры, потому что дает силы преодолевать трудности, жить и развиваться духовно. Ну и все это, конечно, проходит в нашем зале не случайно. Сегодня здесь начала работу выставка в рамках арт-лаборатории «И цвет окрашивает слово». На выставке показаны работы казахстанских художников, карагандинских, российских художников. И, конечно же, они все раскрывают тему творчества Абая и его жизнедеятельности. На выставке больше 30 работ в технике живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладного искусства, датированной начиная от 60-х годов 20-го века и заканчивая 2018-м годом. Организаторы называют выставку камерной. Абай был очень умным и мудрым человеком. Его произведения из века в век для молодежи, для казахского народа служат учебником. Сегодня незрячие карагандинцы устроили такой концерт в честь Абая. Сегодня мы смотрим на Абая под другим углом, как на композитора. Выставка, посвященная личности и творчеству Абая, будет работать в ИЗО-музее до 18 августа. Людмила Батюшкина, Дмитрий Оборок, Ирина Нинашева, 5 канал. Это была последняя информация выпуска. Не забывайте подписываться на наши аккаунты в социальных сетях. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.